В пойме Малой реки Первая Ельцовка возведут школу, жилой дом и создадут парк. Сейчас в русле строят коллектор, по нему в будущем пойдет вода. Проект для муниципалитета и коммерческой компании совместный. Расходы поделили пополам. Для развития площадки потребуется не только строительство коллектора, но и расселение частного сектора. Александр Потенихин подробнее. 200-метровый участок Первой Ельцовки, находящийся сразу за торговым центром на Красном проспекте, скоро спрячут в коллектор. Лог, в котором протекает река, засыплют землей, и территория окажется на одном уровне с улицей Голощука. По планам над Ельцовкой возведут дом и сделают благоустроенную зеленую зону. Не по насточке, непосредственно знаю, что жители этого микрорайона, они с нетерпением ждут. И зачастую, встречая меня, так на улице спрашивают, ну когда здесь вот будет приведено в порядок, когда заровняешь этот овраг, этот лог, эту неудобицу. Строители уже забили сваи и смонтировали 127 метров коллектора. Сейчас они обустраивают смотровые камеры, которые необходимы для обслуживания. Работа осложнила обрушение откосов. Для того, чтобы продолжить строительство, потребовалось их укрепить. Перепад высот до русловой части от отметки вверх улицы Голощука, это порядка 15 метров. В связи с тем, что откосы сформированы были при строительстве, смормированы, конечно, были, ну, не будем бросать камень в огород, там, у наших предшественников, но сформированы были, ну, не совсем качественно. Они постоянно у нас были осыпались, и они какое-то время держались только за счет зеленых насаждений, которые здесь были. В пойме реки находится частный сектор. Жители девяти домов в скором времени начнут расселять. Важно, что кусочек земли зарезервировали для строительства школы на тысячу мест. На возведение коллектора по 70 миллионов выделили муниципальные власти и инвестор, который в последующем будет развивать эту территорию. То, что мы здесь видим, это, так сказать, такой, ну, образцово-показательный проект взаимодействия власти и частного бизнеса, когда каждый нашел свой интерес, действительно, и частный бизнес, так сказать, там, чувствовать свою социальную ответственность, где-то вложился, да, в проблемы города. И город позволил развиваться в дальнейшем, там, частному бизнесу. Ну, вот, я думаю, если таких примеров будет больше, то наш город будет развиваться гораздо более быстрыми темпами. Уровень пока спокойной первой ельцовки после сильного ливня на этой неделе был выше на два метра. Поэтому важно поскорее спрятать ее, чтобы не допустить аварийных ситуаций. Работы по строительству коллектора будут завершены уже в конце июня. Александр Потенихин и Данил Смирнов. Новосибирские новости. Спасибо, что смотрите канал Новосибирские новости. Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok